всем привет сегодня мы поговорим о топ ресурсах которые предназначены для дизайнеров как площадки в которых проводят конкурсы и однозначно что многие дизайнеры пробуют себя в конкурсах потому что это не только возможность показать себя но и возможность еще заработать денег тем более в конкурсах иногда выставляют достаточно приличные бюджеты ну что ж давайте начнем первый и очень один из самых известных скорее всего ресурсов это 99 design то есть я сразу же говорю что все ссылочки на ресурсы которые мы будем сегодня рассматривать я укажу под видео то есть вы можете перейти посмотреть поклацать посмотреть подходит вам или нет и сразу же говорю что я буду делать обзор на несколько ресурсов которые ну той или иной степени я на них бывал и участвовал некоторых конкурсах то есть есть конечно же еще много много всяких сайтов с конкурсами но этот список настолько бесконечен что всех обозреть нереально поэтому если вдруг вы считаете что что-то я упустил или что-то важное или какой-то важный ресурс нужно было указать пишите обязательно в комментариях я думаю другим как и мне будет полезно на это посмотреть ну что ж а теперь давайте собственно и приступим значит как я уже говорил найти на эндизайн это один из самых интересных таких сайтов для дизайнеров которых проводятся конкурсы это мировая площадка она на английском языке и здесь проводятся конкурсы практически на любую дизайнерскую тематику мы будем рассматривать на примерах логотипа потому что ну это более мой профиль но здесь все найдут себе свое занятие здесь можно делать иллюстрации упаковки сайты да все что связано в принципе с дизайном поэтому давайте перейдем поиска самих конкурсов и посмотрим приблизительно как это все выглядит вот мы видим уже есть список конкурсов здесь указана цена то есть бюджет который в случае вашей победы вы получаете и деньги зачисляются вам на баланс которые вы потом можете вывести знаете на эндизайн можно выводить на карту и на скрилл и скорее всего на пайпал я кстати не смотрел точно все ну я выводил на скрилл поэтому принципе со скриллом это точно работает давайте здесь вот есть фильтр поэтому принципе мы можем сразу же по фильтру посмотреть какие здесь категории дизайна присутствует в конкурсах ну и видно что уже есть количество опубликованных конкурсов которые на данный момент есть в статусе работаем давайте логотип логотипе фирменный стиль вот здесь здесь есть еще под категории возьмем вот только лого дизайн и откроем панельку где вот эти вот все фильтры и здесь есть некие настроечки значит так здесь мы можем по ключам найти конкретную то есть но если вас интересует какая-то конкретная цель или вдруг у вас есть какой-то логотип который подходит под что-то и вы думаете что он вполне может участвовать в конкурсе кстати так я делал неоднократно и многие наверное так делают это когда вы делаете что-то для клиента но у вас остаются какие-то логотипы не востребованы вы можете их продавать на фотобанках или можете попытаться этими логотипами немножко видоизменив их поучаствовать в конкурсах здесь количество дней которые еще до закрытия конкурса значит давайте посмотрим вот на эту панельку это для аккаунтов платином и не платином то есть заказчик может выбирать платиновых участников конкурса платиновых конечно же здесь мало поэтому в принципе выбираем перечеркнутый это значит гарантия то есть если клиент заказчик гарантировал оплату своего конкурса конкурс стоит вот так вот гарантированный на всех конкурсах принципе давайте сразу же и я вам советую выбирать гарантированные конкурсы их количество сразу уменьшается смотрите здесь было 500 чемость да сейчас стало вот 280 и закрытый конкурс и открытый в плане просмотра то есть доступности просмотра работ других дизайнеров ну и давайте спустимся выберем какой-нибудь конкурс любой и посмотрим что же здесь на самом деле происходит давайте уже наверное открытые вот эти вот такие вот конкурсы вот для финансового брокера здесь цен цена установлена в 420 долларов и это гарантированный приз победителю есть у нас уже 62 дизайна которые работают и до закрытия конкурса у нас три дня и 20 часов так 4 процента ответов то есть взаимодействия самого заказчика с дизайнером то есть когда заказчик что-то пишет в личку дизайнеру вот принципе здесь можно узнать процентности соотношение процентном соотношении насколько сам заказчик работает с дизайнером то есть фактически если вот никакого взаимодействия никаких отзывов о дизайне в принципе нет это может быть неким таким признаком того что конкурс запущен просто для сбора идей но если есть некое взаимодействие то это говорит о том что в принципе заказчик заинтересован и скорее всего что этот конкурс будет реально гарантирован и или вы реально получите свои деньги в случае своей победы давайте зайдем в этот конкурс и посмотрим на самом деле что здесь есть уже поподробнее значит так вот здесь дизайнеры представляют свои работы клиент выставляет вот по звездам он ставит звездочки каждому дизайну который ему нравится соответственно они как бы здесь идут в сортировке в топы попадают и потом уже сам конкурс переходит во вторую стадию конкурса когда клиент выбирает 6 дизайнеров для доработки их концептов и потом уже среди этих шести человек в принципе выбирается победитель такого плана здесь концепция такого плана в принципе здесь режим работы этих конкурсов но они достаточно простые ну и достаточно крутые обязательно всегда нужно посетить страницу брифа бриф бриф это значит краткая информация о том чтобы клиент хотел в своем логотипе то есть там имя короткое короткое описание приблизительные цветовые предпочтения его настройки настройки вот такого вот гибкого типа в которых он говорит о неком эмоциональном состоянии самого логотипа который ему предпочтительным примеры которые выставляет заказчик те что ему нравится но примеры я так понимаю берутся из когда он заполняет этот бриф ему дают примеры сам 99 дизайн поэтому они постоянно как бы здесь повторяются не знаю своего он сюда не выставляет просто ну как бы для наглядности к чему стремится ну приблизительно наверное вот ну еще дополнительная информация здесь выставляются иногда дополнительные работы картинки ну и другие референсы для дизайнера которые помогут ему в разработке самого логотипа в принципе я считаю этот ресурс один из самых крутых и он достаточно он достаточно продвинутый и здесь достаточно много на самом деле проводится конкурсов и можно участвовать но есть такой момент что кажется у вас там на месяц насколько я помню что-то около 20 20 позиций возможности участвовать в конкурсе то есть если вы вот сегодня поучаствовали в одном конкурсе ли в двух у вас снимается вот такие вот позиции вот эти возможности то есть у вас есть 20 попыток грубо говоря пока не пройдет определенное время вот этот месяц и у вас вот эта попытка вам возвращается то есть вот такого плана но здесь эти ограничения можно снять здесь есть форме на расписано как это сделать за не хотят чтобы дизайнеры действительно работали над своим дизайном и не лепили что попало ну вот такая вот практика но принципе она даже в некоторой степени интересная вот тогда давайте перейдем к следующему ресурсу не он наверное многим известен это одна из самых крупных бирж фриланса в странах снг это fl.ru здесь проводятся конкурсы и конкурсов здесь много я на самом деле от мало участвую в конкурсах изредка просто по фану бывает поэтому я не скажу многого о этой площадке то есть ну сам фриланс конечно же я знаю очень неплохо потому что но здесь я часто ищу заказы а конкурсы скорее всего конкурсы на фрилансе больше похоже на сбор идей потому что здесь очень мало такого понятия как гарантия вот если мы видели на 99 дизайн что гарантия есть то есть гарантия это такой момент когда клиент уже зарезервировал денежку и это денежка находится на самом ресурсе то есть она списалась его карты и дизайнер более менее уверен том что он может получить свои деньги на эффект на фл это же значит эта тема не продумана поэтому конкурсы здесь выглядят больше как как просто попытка прокрутиться набрать некоторых отзывов и возможно возможно если клиент попался хороший заработать денег бюджеты здесь тоже бывают разные но если там вы работаете за доллары здесь соответственно бюджет рассчитывается в рублях конкурсы здесь такого вот типа идут клиенты клиенты дизайнеры выставляют свои работы их все четко комментируют и здесь нет такой штуки как скрытый конкурс если на найти на дизайн есть такая возможность что конкурс может быть скрытым где никто не видит что вы запостили какую работу вы предоставили здесь такой вот фишки нет но в принципе поучаствовать в конкурсах на фриланс ру тоже можно и и я считаю что это один из тоже очень хороших продвинутых ресурсов собрат фриланса ру то есть это же подразделение это дискон точка ру собственно этот сайт и придуман фрилансом для проведения чисто конкурсов здесь их тоже проводится огромное количество но и здесь уже все намного намного скажем так по цивильнее да есть и резервирование и так далее и здесь тоже огромный поток конкурсов и я думаю каждый себе что-то интересного найдет если перейти вот здесь в закладочку конкурсы вот мы видим что есть конкретные конкурсы для конкретной задачи количество работ которые есть в этих конкурсах соответственно статус самого конкурса время проведения ну и бюджеты и конечно же панелька для настройки фильтров для тонкого поиска конкурса под себя конкурсы здесь проходят приблизительно так же как и на фрилансе то есть все все видно да видно здесь задание есть бриф прием работ вот ну и можно вот здесь вот добавить свой дизайн принципе тоже хорошая площадка советую зайти попробовать я думаю вам понравится тем более она русскоязычная как и fl потом конкурсы еще одна русская площадка она она построена на базе фриланс точка ру но это их подразделение фриланс и бутики и значит здесь они проводят свои конкурсы это площадка которая реально гарантированно то есть денежка здесь за каждый конкурс уже зарезервировано и принципе здесь я чаще бываю на конкурсах чем на том же fl потому что ну хоть и fl более продвинутый сайт в плане работы для фрилансера но но с конкурсами здесь мне кажется все намного интереснее единственное что здесь неудобно конечно же это сама подача работ сейчас я вам покажу откроем к примеру вот этот конкурс вот здесь есть бриф то есть пожелания самого клиента и пошли работы чем неудобно эта площадка что вот эти работы они выкладаются вот таким вот вот такими вот огромными кусками то есть нет маленьких превьюшек и сетки вот этой удобной то есть приходится бесконечно просматривать эту ленту то есть ну просматривая и анализируя работы которые есть от других дизайнеров площадка хорошая рекомендую обязательно сюда зайти посмотреть поучаствовать тем более в принципе здесь идет стопроцентная гарантия призового фонда я здесь тоже выигрывал пару конкурсов и все достаточно круто и денежка выводилась на удобный вам русский электронный вариант денег примеру яндекс в мани и так далее вот теперь еще одна международная площадка есть такой сайт как дизайн крауд то есть это собрат собрат бренд краунда который принимает стока на сток логотипы однажды мы еще к нему вернемся и поговорим вот такая соответственно этот собрат этой площадки на дизайн крауд это собственно площадка для конкурсов это практически тот же 99 дизайн вот ну принципе тут немножко видоизменен тоже здесь куча разных вариантов и принципе очень огромный поток самих конкурсов площадка кажется австралийская поэтому принципе англоязычная аудитория здесь сидит и народа здесь на самом деле очень много единственное что здесь вот с резервированием денег с гарантией я как бы и не разобрался окончательно мне кажется что практически все конкурсы здесь идут на авось то есть на попыточку если чего понравится то его купят то есть ну как то так абстрактно хотя потока работ огромный и сказать конкретно я здесь участвовал очень мало то есть информации у меня очень так чтобы глубоко копнуть маловато на самом деле чтобы оценить но насколько я знаю по отзывам принципе очень даже хвалят эту площадочку поэтому заходите пробуйте регистрируйтесь я думаю что удача вам улыбнется и на этом ресурсе ну и еще одна конечно же огромная мировая площадка фриланса это freelancer.com здесь помимо работы для самых фрилансеров есть и конкурсы конкурсы на этой площадке просто куча больше всего в мире наверное потому что ну это одна из самых самых мировых площадок по фрилансу соответственно здесь огромный поток клиентов клиентов со всего мира и и я думаю что здесь многие зарабатывают крутятся и есть люди которые здесь снимают очень огромные куски бабла вот поэтому здесь есть тоже раздел конкурсы и конкурсов здесь просто уйма я думаю каждый себе найдет но конечно же здесь ценовая аудитория разная есть хорошие и есть маленькие бюджетные но маленькие бюджетные это иногда даже хорошо тем что ну просто это маленький бизнес какой-то или человек я не знаю но то открывает он свой ларечек и хочет себе логотипчик он не готов платить за какой-то там крутой дизайн он открывает конкурс просто готова дать там 25 долларов как он считает что это для него приемливая цена и в принципе он тоже понимает что сюда может не прийти какой-то топовый дизайнер со своим крутой со своей крутой идеей но принципе придут ребята которые готовы отдать 25 долларов которые готовы за 25 долларов сделать неплохой дизайн и он себе что-то из этого выберет тоже есть такое понятие как гарантирование конкурса то есть резервирование денег и тоже есть такое понятие как слепые конкурсы со скрытыми работами вот в принципе конкурсы которые скрываются они мне кажется намного интересней том плане что вашу работу не скопируют потому что бывает такое что вы отправили свою работу заходите за заходите через день на этот же примеру конкурс чтобы посмотреть какие-то результаты смотрите что есть уже люди которые поняли что ваша идея чем-то на самом деле актуальная вот и начинают просто и в наглую копировать вот ну от этого никто не защищен поэтому принципе слепые конкурсы я считаю лучшим вариантом вот собственно наверное и все возможно многое я упустил я так бегло пробежался чтобы вам донести вот такие вот все возможности на носу лето возможно у кого по и папа больше будет свободного времени не поленитесь попробуйте поучаствуйте проверьте свой уровень возможностей и попытайтесь заработать денег тем более я думаю что удача вам обязательно улыбнется в комментариях я жду от вас еще какие-то интересные ресурсы которые можно будет посмотреть и обязательно ставим лайк если вам понравилось это видео я кстати в будущем еще планирую снять несколько видео возможно это будет некая серия где мы работаем на найти на им дизайн то есть мы сделаем видео от начала до конца то есть примеру поиск конкурсом анализ этого конкурса анализ работ в конкурсе потом рисование идеи скетчирование вот ход мысли во время скетчирования поиск ну в принципе весь процесс участия в конкурсе на 90 за 99 design если вам понравится такая концепция в принципе этот видос можно будет эти видосы потому что это будет не один день проводиться такой конкурс эти видосы можно будет снять ну как интересная полезная практика если вдруг вам эта идея нравится обязательно обязательно пишите в комментариях я оставлю свой комментарий относительно этой идеи а вы просто туда лепите свои лайки если вдруг этот концепт будет интересным посмотрим ну и еще раз всем удачи ребята заходите пробуйте рисуйте и всем творческое вдохновение пока